Доброе утро всем! Сегодня 8 марта, значит надо ехать поздравлять наших девочек, а таких у нас две, и пока они спят, ну я выезжал из дома, они еще спали, но сейчас уже 10 утра, я 15 минут ехал до магазина в надежде купить цветов, и сейчас зайду, думаю, что я куплю. Но хотелось бы в двух словах рассказать, что такое 8 марта здесь в Америке. Есть мнение, что его здесь не празднуют, а празднуют только на территории стран постсоветского пространства, но это не так. На самом деле, я не знаю, как за все штаты не скажу, но в Джерси, по крайней мере, очень много приходит писем от различных компаний, вот эти все рассылки, которые у тебя есть, где-то там скупаешься онлайн, часто приходят письма с поздравлением International Women's Day. Вот, к примеру, одно из таких писем, это просто какая-то там служба доставка цветов, ну, в принципе, цветам положено ориентироваться на этот праздник обязательно. А вот поздравление нашего директора нашей компании. Или вот страничка в фейсбуке Райана Рэндоллса, и вот его один из последних постов, где он поздравляет свою жену по фильму Дэдпул, вот, актрису. Хотя, чё это я? Он-то канадец, не считается. Подобные письма с поздравлениями приходят и от наших работодателей различных, вот. Но, что точно я здесь не видел, это снующих везде мужчин с букетами цветов, как это обычно у нас происходит. Но говорят, в районах типа Бруклина, Брайтон-Бич или Филадельфии есть тоже подобный райончик. Там происходит всё то же самое, то же самое завышенные цены на цветы, такой же самый ажиотаж, кипиш, суета, вот. Ну, я приехал в Stop&Shop. Обычно здесь есть цветы в любое время года. Пойдёмте посмотрим. Наверняка, кроме цветов, будет ещё какая-нибудь, как это, мерч. Мерч на эту тему. Ну, а вы говорите, всё здесь знают? Пока не могу определиться, что. Наверное, возьму всё. Хотелось взять розочки, но потом подумал, какой 8 марта без тюльпанов. Но тут увидел ещё и нарциссики. ДАФОДИЛС. Ну, обязательно. Это прям становится традицией для Керуси. Нарциссики дарить. Осталось на эти Рафаэлки или что-то в этом роде. Кэндигам. Кэндигам. Ну, наверное, сюда. Здесь Кэнди, но, по-моему, здесь не те Кэнди, которые мне надо. Да. Привет, чувак. С праздником. Если ты, она. Шарик забыл. Как же без него? Даже не стал заморачиваться с поиском конфеток Рафаэлки. Потому что, насколько я знаю, у американцев с ними проблема. У них есть Феррера Роше, а Рафаэлки это больше редкость. Но я знаю один магазин, где они гарантированно должны быть. Более того, мне ещё надо купить там сырнички. А это магазин продуктов с Восточной Европы. Саншайн. Погнали. Вот она. Саншайн. Цитадель гречки. Пломбира по 220. Пельменей. И всего, чего вам не хватало на родине. Находятся рядом с Болливудом. Сюда приезжает много индийцев. И ресторан Мемино. Очень крутой ресторан кавказской кухни. Просто рекомендую. Офигенно там всё. Ну, у нас там просто очень часто проходили зимние корпоративы. Айда. Тут вот Маша и Медведь нас встречают. И надпись «Добро пожаловать». Маску забыл. Коровка. Санки. Я же говорил, что не здесь будет. Всё. Я запакован. Пельмешки. Конфетки. Шоколадки. Давно обещал. Пористый белый шоколад ребёнку. И, конечно же, сырнички. Вот теперь можно ехать поздравлять моих девочек. Ах, да. Ну, и, наверное, самое главное отличие этого праздника здесь от там это то, что здесь это не выходной. И всё это я делаю в будний день. Единственное, рада, что сегодня понедельник. И из-за того, что там выходной у меня половина моих коллег недоступны на отдыхе. Ну, и работа, соответственно, так себе, вы понимаете, о чём я. Всё, погнали. Кируська. Кируська.